а может все же не пинать и время на него не тратить я вас приветствую друзья с вами вирус но раз таки уже уже били его лично и похожие ситуации с подкреплением давайте тогда отдадим автобою это сражение уже забудем о нем тем более то в целом там молока есть ачивка за победу над все хорошо они не уже не блин я думал трубу прорвало и они пошли в ту сторону все лишь одна армия так чисто какая-то непонятная субстанция там двинулась в нашу сторону и и усе и больше ничего только она причем не факт что пойдет дальше она тут огры могут час еще разбить но мне кажется он отступит они угров разбили угров разбили как раз таки если этот перейдет нападению будет тоже неплохо в общем расклад достаточно еще позитивный мне для эльспид правда это эльспид вообще сдулась на удивление просто на дно пала упала на дно нас с к брандом согласен смысл заморачиваться вообще смысл на него уже тратить время так затягиваю до эти расклад у нас интересным местами получается так вот она армия вот она армия полноценная которая может пойти сейчас к нам на службу за счет которой скорее всего придется в сторону медной крепости двигаться так миграция добро пожаловать да ничего не делать такое ох нифига себе чё за приближение еще никогда такого не было так выиграйте следующую битву железным молотом железно бров власитель рун хорошо задание союзников выполнено противник погиб в бою у нас как раз по идее тогда сейчас сотка будет уже у как те там звать те там звать звать то тебя как так а к нам бы кому-нибудь отдавать эти земли вот вот кайф был бы сейчас захватывать эти земли и отдавать захватывать и отдавать самим тут не обитать в красном регионе союзников мы еще и восполнять потери будем куда веселее а просто разрушать а может быть и не стоит а может это будет и бессмысленно так вот у нас же уэль спит уже будет точно больше сотни очков там 90 было сейчас раз мы выполнили задание по убийству насыпали 15 но больше ста к сожалению не находится вы вы еще мы можем давай здоровье побольше пожелаем тебя давай сюда я этой бомбой не я этой бомбы все равно не так часто пользуюсь я даже не припомню чтобы в этом прохождении вообще пользовался бомбой отвернись сюда молока лучше пока будет сдерживать потенциальную угрозу с той стороны косяк здесь ему хватило очков чтобы вырваться и все это армия ушла от нас это армия ничего не сможет их мы не догоним так запретная цитадель на следующий ход уже укрепиться собственно тогда мы уводим армию суда переживать здесь я не стану на этот счет вы не успеете в любом случае на помощь можно разве только цитадели рока отправить но он сомневаюсь что нападет честно цитадель там гарнизон мне кажется раз такого гусь деваем они в слезах исчезнут быстро подходим чуть ближе чтобы если что на гору мы смогли наложить свои цепкие лапы цепкие бородатые лапы это не шерсть это бороды до на руках карак дум карак думу карак дум опять же до возвращаться к этой теме если ну окей мы от региона ставим он для нас зеленый но как мы отдадим это офигеть как нужно через север заполнять все территории это сложно это прям неудобно очень очень неудобно это поселение тоже было бы круто да кстати может быть тебя можно варе ах да должен быть вариант отдать правильно как там поселение называется норскийская верфь блин а почему нельзя ну вот она общая граница ну все есть норскийскую верфь нельзя печаль но хотя дальше все равно тупиковая была бы ведь дальше мы бы уже не смогли отдавать только если отдать допустим отдать карак дум штурм враг отдать и потом их выменить в перспективе когда вот будем захватывать дальше такой расклад скорее всего так и буду делать потому что иначе нам не избавиться он обманщики что-то нас уважают за дары кисливу вообще ни с кем не будет обманщики тут самые такие смирные но их все-таки в идеале надо бы сейчас разбить чтобы потеряв армию кайрос его за конфедерацию если кайрос возьмет его сейчас под крыло то все его культа исчезнут быстро и оперативно словно их там и не было так серьезно ты сюда не можешь перепрыгнуть можешь герой там выбран был билигар готов гром брендал отсиживаешься ну а герои которые помогут верховному двигаются в эту сторону окно ты как раз и наверное гномов хаоса добьешь там вампиров которые осели может быть и эльскит поможешь но тут вот вот скверно она подожди это скверно дзинча тут тут очень хорошо разместились черти дзинчицкие то заразили все чуть тихо спокойно засор пока не двигается ни в какую сторону защита флангов для артиллерии альбион усилить боющие пустоши высокий перевал денежка хорошо порт замечательно горы великанов пока поигнорим тарак он гор можем официально застраивать даже сделаем папа 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 подожди тут же читер на я точно тема все серебряная вершина этаж читер на я вещь очень читер на как дальше ресурсы денежки порт по идее у нас казна и источиться даже дальше идти не станем по дипломатии есть сюрпризы интересные может даже и приятные предложения нет и союзники так задание союзника победить армию этого уродца непонятно куда он пойдет но я надеюсь разберемся с ним вирокс блин давайте и вот этого плодореза он точно где-нибудь сейчас начнет гадить нам армию запросить ну только одну я и могу ее запросим сейчас попытаемся освободить этот город потом медную крепость и их уже отдавать главное чтобы сейчас скавины не забрали если они захватят крепость а могут захватить скавин и крепость я просто ничего не смогу отдавать в ближайшем будущем ускорением у вас наказать больше у союзников у нее нету нет как таковых здесь нет сдаем ход давай плодорез плодорез к ты убегает какими-то окольным путем мне кажется если честно мы сейчас захватим последние поселения оптышка и раз засаду режим хотя телепортацию использовал написано было что телепортацию но вряд ли он засаду 100 или портацию же он не может использовать когда двигался правильно он стал засаду телепортировался если кто-то и телепортировался то другой уже не те времена ну а поселение мы можем потом повыменивать в горах уограф их переселить на территории этих мрачных тауситских земель куда их будем переселять а вот эти территории выменивать получится если так оформить будет здорово это здорово ладно у вас ускоряем вас забываем смотрим метастон заберет город да похоже хотя осаждает но не факт что забирает маренбург вот может забрать из неприятного обнаружена засада ай раз обмануть хотел до обмануть хотела не тут то было не с теми ты связался так слава не шиты не лезут вот искусственный интеллект порой крайне нелогичен в этом плане может стоять и наблюдать на протяжении долг а долг так давай кофемана и все равно его не одолеешь но покоцать покоцаешь точно достойно правда на автобой уничтожил лишь один отряд но это сойдет залив если что отбиться сможет мы фул стек таким маленьким гарнизоном отрошили этого кофемана башня хранка пока он бежит к своему единственному поселению тут а вот тут возможно придется вернуться в башни храка гарнизон не успеет от собраться и наверное только придется развернуться шугануть их гарнизон когда будет готов уже ладно мы пройдем дальше пусть что-то делает а тут состоянием абсолютное и бесповоротное состояние никто не хочет идти в нашу сторону дела-то какие тут замечательные у них и и замечательные у вас дела делишки предложения перегар забираем поселение можно разграбить и занять пока его я удерживать не стану сейчас наша задача все таки подарить огром поселение вот потянешь ли ты того с легендарным героем вопрос хороший не потянешь а может и потянешь шанс тебе надо дать он убежал в медную крепость наверно оккупировать земли поселение заразилась чумой с ковен и здесь слабенький может и тут они такие же слабенькие но не факт так а армия отступила в эту сторону отлично значит все-таки медных есть шанс забрать кавалерия стрелковая в общем и отряды сплошь и рядом у нас стрелки к сожалению что у фестуса вопрос большой как минимум герой да может быть проблемный у него как мы уже видели а это поселение предлагаю сразу подарить пока это возможно он что-то она расстроилась смотрите разорванные договоры мы не разрывали с тобой еще айтва стюмить мы с тобой еще не разрывали сейчас на данный момент бегом а ты просто стой и свети ну и он гримом надо драться он гримом по идее надо сейчас тогда наверное прям может даже лично бить морду кайрос если не поверит взяться за это дело опинать его по самое не балуй захватывает дальше территории выйти на общую границу с ограми и потихонечку реализовывать план по передаче поселения в праге максималка есть равнина нет ресурсы пусть стены здесь крепость эти восстание не будет черная ману ладно давайте черную яму пока укреплю увеличу оборону способность города может и форт ну тоже ладно подготовим пока к обороне но потенциально еще может быть передача то что этот город исконно гноми но формально вроде как да по факту в игре нет то есть рядом с ним нет значка что это и город исконно гномский да так что чисто для антуража можно и оставить но пока можете продолжим его считать потенциальной валютой для обмена на резервной пусть будет резервная валюта только если настанут непростые времена а тут за пятер можно уже начать с приключения ну ладно сейчас пятеру как раз он грим может и добыть за победу давай судьба плета сейчас мы еще и так играючи обыграли запас силы магии ну в принципе у молока еще будет это полезная тема но сопротивление заклинанием то безусловно и тут хорошая вещь а вот запас сил ветров магии ну мне маг 1 на всю фракцию макс его один жаль только вот до города он не дотягивается обманули меня обманули что он сможет дотянуться это конечно грусть печаль моя паска надеяться нельзя натиск тебе что ли взять так ладно давай тут ослабление утром пусть будет против в дзинча это актуальная проблема с ветрами деньги есть денег нет денег мало денег не дают в бой идти нельзя что за идеи у них сейчас я не пойму что у энкари что зовут амур хана какой толпой он тогда ко мне пришел вот честно говоря создается впечатление что все таки у искусственной интеллекта когда он получит как шелудивый пес по носу да он в определенный момент начинают бояться лезть туда плавно вот нечто такой вот вариант срабатывает просто по носу ему щелкнули и все уверенно самое главное а игры убиваются просто они чисто мясо ему там подносят для кормления личинок терпит поражение скрак но продолжает осаждать зато крысы не возьмут город я поэтому начал укреплять ну думать города потому что сейчас скоро могут подойти ко мне сюда и лучше бы не терять не иди нафиг слушай зачем мы с тобой более твоя угроза не успел так гниль нурла нурла нургла заходи пока в город отдавать крайне неудобно но пока то поселение тамурхан еще не взял мы сохраняем шансы на неплохой маневр главное потом чтобы удалось выменить обратно поэтому наверное сейчас я что предлагаю не сносить давайте не сносить пусть вот эти такие постройки аналогичные и будут военных не было построить не будет военных построек проще будет потом обратно отношения с тобой у нас отвратительные военные действия от так вот ты значит его теперь любишь да значит ладно хорошо этот решил грабить но за один ход у нас укрепиться город и уже можно за это не переживать и обратно вас не тащить а вот этого надо сейчас отбускать пока он еще зеленый ни разу еще не пользовался за все время существования по моему вот этой вот кнопочкой приказать покинуть ваши земли до нарушил границы разрешать не разрешали тебе на нашей территории заходить так что будь любезен удались пока мы не шатнули тебя но это интересная тема насколько она полезна ли на чебе вещь не сильно классная такого вот слабого например смысла прогонять нет да он уйдет он вернется но он же вернется и мы получим достаточно мощного врага сильному угрожать ну скорее согласиться на войну даже не пользуюсь этой функции да не пользует ни разу даже не пользовался сам сказал а тут такое мы читаем зная в целом потолвар мерзкие скавины осаждают ключевой торговый центр гномов у горного перевала который дави превратили своего рода рыночную улицу на удивление трусливые тагараки мужественно держит осаду словно ожидая чего-то большего если так то они наконец дождались ваши громобаржи взлетают воздух чтобы положить конец этому безобразию огненные боеприпасы руна убить не меньше 1600 врагов из громобарж в нападении скавинов на гноме торговый центр нет ничего необъяснимо но вас тревожит то что они почему-то не разбежались по своим норм должно быть и назревает что-то серьезное чтобы истребить захватчиков стреляйте по ним на самых защищенных позиций ваши громобаржи уже готовы взмыть воздух осталось лишь испытать их на поле боя чтобы доказать что они воздушные корабли и что они способны не только падать на землю но и убивать постоянная способность срочный ремонт для громобарж восстановления здоровья хороший полезный завершить линию дилем преграда для каравана чтобы приступить к разрешению дилеммы пользуйте соответствующие метки там осада центра торговли все больше тревожит обитатели гномих крепостей торговый путь который обслуживает этот узел и позволяет дави поддерживать хрупкую дружбу с другими расами теперь перекрыт что может привести к долгосрочным последствиям в том числе дипломатического толка проблема уже назревает и совсем скоро ее придется как-то решать тагараки тагараки но сюда как раз великий могучий ваш предводитель пойдет такс дальше какие у нас еще тут испытанием срочный ремонт огненные боеприпасы сразитесь со скавинами 5 раз но скавины еще живы мы держали для этого практически гномы прекрасно знают что скавины не отличаются изобретательностью в открытом бою в основном они используют свои чудовищные орудия чтобы наносить урон с расстояния хотя скавинам нечего противопоставить свирепой мощи громобарж вам все равно стоит ознакомить свое войско с мерзкими боевыми тактиками врага любой гном который никогда не сражался со скавинами должен пройти этот обряд посвящения сопротивление выстрелом для барж 5 раз используйте в бою способность дух грунгни ваша флагманская громобаржа воюет с тагараками всю свою историю заложенная после вторжения скавина в нуль она подверглась первому нападению этих грязных крыс еще до того как была достроена счастью даже в таком виде дух грунгни смог дать им достойный отпор пусть скавины знают что дух снова поднялся в небо сама мысль о том что он может появиться над полем боя будет вселять ужас в их трусливые сердца а держите одновременно не менее четырех отрядов следующего типа громобаржа сейчас ноль безусловно ваши летательные аппараты настоящее чудо инженерной мысли но даже до у грунгни не справиться с полчищами скавина в одиночку тем не менее нападение с воздуха лучший способ уничтожить врага засевшего в горах мастера из вашего ангара работают днями и ночами чтобы произвести необходимые детали по вашим новым чертежам и скорее приступить к сборке не желай не жалейте точнее средств если вы хотите чтобы ваши громобаржи прекрасно показали себя в бою и нападите на войско предводителя скавинов который о кстати тут рядышком как раз торглем еще не успел уйти понятно что скавины взявшие горный торговый узел в осаду ждут подкрепления но ваше чутье подсказывает что вы упускаете что-то важное увы у вас нет времени на размышления потому что второй отряд скавинов уже провел разведку и движется горным перевалом как ни странно его возглавляет мерзкий тагараки облаченный шелестящие извиняющие одеяния колдуна это самые коварные и опасные скавины куда бы они ни пошли они везде сеют смерть и разрушение ну и с тобой мы разберемся красота в общем у нас еще вампиры остались до демоны и вот тагараки эти местный местный тагарак очень глупый ты раз напал на нас найм есть так того мы еще можем передвинуть перегар 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 перегаре щит давай наверное прыгни союзнику поближе скалу пожирателей мы not кстати лучше разрушить наверное тоже бы не было военной постройки тебя потенциально здесь собственно пока я скалу отдам и оценивает неплохо в тянем тебя в конфликты и жизнь потечет у а граф так то все еще веселее тебя тихо же тихо мятежников можно постукать маленько а может даже удержать выпим помочь поможем мятежников постукаем и отходим обратно на свои земли потеря не несешь хватает ускорение использовать не нужно великолепно так далее дорог рунок лет вы писали давай восполнение потерь тебе маневренность идем далее медная крепость медная крепость сдается легко ее мы забираем пока просто оккупировать так давайте поставим вот сюда и вот сюда чуть ее модернизируем до медная крепость в принципе для нас хороший регион горный и целая провинция можно медную крепость на самом деле и оставить себе с другой стороны а что нам мешает правильно держать этот регион и все и не дышать скавинов разбили замечательно значит мидденхайм удержали мидденхайм удержали скавин и бомжи у вас пока непонятно и у вас мы еще до сих пор не видим что и как оборона скавина взяли тут осаду похоже эльспид взяла и сняла саду разбила оборов зачем-то они то время ей давали но с другой стороны у нее армии нету чтобы подтянуть помощь правильно ну так получилось мы к этому вообще не имеем никакого словно отношения так вышло так просто случайно вышло с нас тысячи мы сейчас не буду потерять на строительство кофеман заходит в город но две армии уже на следующий ход должны будут взять алтарь более тут стен нет и на следующий вход эпоха новая начнется замечательно могучий лорд вы получили задание впереди великое приключение и щедрые награды но будьте осторожны риск тоже немал да безусловно безусловно риск тоже немал но что тебе-то отсиживаться смысла нет может быть тогда пойти инкаре чуть постукать но мы можем разворошить это гнездо а такое гнездо хорошим вряд ли закончится много битв будет войти в новую эру безусловно вопросов нет вопросов нет победитель уже известно ну и кофеман последняя армия твоя до что я последняя читай армия до городов нет мало ли вдруг у него где-то там припрятаны были поселения по какой-то неведомой причине ты у тут у инкаре искатель приключений так давай шубарские подожди ставить шубарские раз можно уже тут берем нам по-хорошему тебя переназначить надо потому что еще с разведкой по моему занимаешься правильно да он он тут занимается всем чем только можно но не тем что ну а хотя подожди здесь он занимается доспехами все нормально а там его и нет там то торак зачем нам еще что-то элитное оружие создаем но зато торака сейчас можно будет и стром не развернуть в сторону инкаре и начинать захватывать эти земли вновь отмечу тот факт что в идеале нам все таки так следующие отряды получит бонус давай в этой ситуации нам по-хорошему все-таки отдавать земли полностью целиком все что захватываем красные иначе разоримся но к общей границе не скоро придем там скорее всего сейчас будем захватывать земли инкаре будет их обратно забирать а мы будем отсюда двигаться в эту сторону пытаясь с двух сторон туннель этот прорыть и в итоге посерединке встретиться так интересно куда ты дошел это же вот боевой отряд курханов который спамнится возле стены а здесь их я не видел никогда ну ладно хорошо ой 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 вот этот плохо но курханов мы тогда разбиваем в любом случае восполняем потери и надо как-то сваливать динч подходит но напасть на город он не сможет точно и в принципе он грим пока может себя чувствовать в относительной безопасности окопаемся наступление тебе к сожалению не стоит этим не тот момент лучше дождаться бурхан он считай один все эти армии сдерживает может если он уйдет и никто не заметит может если он уйдет все так же будет идти а тому же курс никто не будет идти в нашу сторону да но я сейчас проверять не буду ты давай в целом-то двигался вот сюда скалу пожирателей еще чуть прокачаем на следующий ход отдадим город ходил грунт отдал ждет наемнички но в крайнем случае крайнем случае что случится эльспид добьет а он еще и принципе слабее данной армии да вообще без потерь прикиньте по факту без потерь просто разорвал как тузи грелку победу над фастусом тебе он подарил задание выполнено план скавинов а чё тут за план скавинов пять раз используйте в бою дух грунт не а вот я же не использовал это штука молока и мог использовать друг другу но автобой автоматически смотрите считает что я использую другу каждая драка вы не важно есть у нас это способность или нет ну она засчитывается не самый худший расклад в этой ситуации так давай любителя порталов сейчас форматируем от порта татируем пока подкрепление пришло стой жди герой придет и лорды будут для им назначаем полчеземли ресурс пиво он пивом начинаем барыжить и сразу тут деньги потекли да и в это прибыльное дело грецидилов то выхлоп неважно что там крысы в нем плавали так лорд сиди жди доступен указ можно сразу наверное на доход тут тут максим только тебя еще разрушим чтобы оборону выстроить на случай восстаний на случай каких-то неспокойных ситуаций здесь опа войско вылезла отсюда все таки ну ладно хотя мстителей сливает смотрите мстителей сливает не самый приятный расклад получается у нас в итоге он едкие тролли новичков мы их видим кайзака скверненный а чё по рельефу ну рельеф не сильно нам поможет ну ладно тут наверное все таки сыграть придется не так как со скорбрандом да чё у нас потерь нет зачем с ним биться уже его унижали лично реплей как говорится и все там и армия была похожа очень сильно на предыдущую битву а здесь ну тут просто чтобы сохранить бойцов с этого в следующей серии и начнем друзья мы а на сегодня все до скорой встречи с вами был веру всем добро